всем привет и вы на канале мы ребят с вами диана и перед тем как смотреть это видео подпишись на мой канал и на мой инстаграм не забудь про лайк колокольчик и написать свой неистовый комментарий и да это очередной обзор маркеров и это маркеры маркера файн это фирма известна своими бюджетными качественными карандашами но они решили продвинуться все-таки они эволюционируют и решили взяться за такую новинку как маркер я думаю что они вполне удачно взялись за это поскольку корпус качественный и сами перья качественные и чернила тем более я знаю что это китайская фирма но вполне себе качественная и да даже в самых мелких районах продаются поштучные маркеры это очень удивительно за одну штуку я заплатила 24 гривны и округляю это где-то будет 50 рублей а у меня только пять штук этих маркеров и они особо между собой не совпадают в плане цветов они между собой очень плохо сочетаются поскольку магазине не так уж и много их оставалось я брала как бы по максимуму того чего там было поэтому извините за такой обзор но цвета довольно таки яркие и в принципе качественные хочу особенно отметить перья по сравнению с другими маркерами это пуля довольно таки острая она довольно таки тонкая и можно действительно писать некоторые вещи и даже делать довольно таки тоненький line что в принципе очень хорошо цвета друг на друга хорошо наслаиваются это очень важно для создания какого-то цвета если очень ограниченная палитра как у меня маркеры между собой хорошо смешиваются даже те цвета которые ну с друг другом вроде бы как бы не сделаешь плавного перехода поэтому ну очень круто это действительно знак качества когда действительно она смешивается потому что за 24 гривны за штуку это удивительно за такую цену хороший материал получить что насчет номеров и колпачков честно говоря меня немножко удивило такой формат типа как пишется r и дальше трехзначная цифра но в принципе в более профессиональных марках она существует но и но здесь нет прям название цвета что может даже является минусом но для меня ну она вообще не имеет никакой погоды не понимаю почему и что означает последние три цифры я могу еще понять прям букву которая здесь написано и одна цифра но здесь к сожалению не так кстати блендер который я использовала из другой фирмы очень хорошо повлиял на эти маркеры и сделал какой-то эффект мне очень понравился и да мы будем эти маркеры тестировать на таком комик все кто узнал этот комик 100 молодец посолку это комикс из одной очень крутой игры как для меня это аватария и может вы даже знаете эту игру и там при загрузке всегда какой-то один и тот же комикс мне очень нравится я сделала себе скриншот этого комикса этой страничке и решила себе так сказать нарисовать хоть здесь такая небольшая цветовая гамма мне будет помогать блендер для того чтобы высветлять цвета и их смешивать что очень понадобится при данной работе с этими маркерами кстати я еще взяла себе дополнительную такую бригаду это у нас черный перманентный маркер для того чтобы раскрасить эти волосы все таки я не хочу отходить от канона от оригинала поэтому я решила сделать так все равно я отойду от оригинала но все-таки хотя бы чтоб чуть-чуть было что-то из оригинала и также я сделал этот принт на футболке этого персонажа который является в оригинале я даже какие-то вещи на фоне нарисовала что в принципе удивительно потому что я редко рисую что такое на фоне и вообще фон и да я очень долго делала это все действительно потому что я там некоторые цвета у высветляла и прям смешивала к примеру я смешала серый и желтый для того чтобы получить коричневый да так работают спиртовые маркеры я ничего с этим не могу поделать она действительно так и есть и потом я еще этот эту мешанину прям еще высветляла с помощью блендера что очень по моему даже не удивительно кожу я решила не раскрашивать потому что я здесь так не высветлю и действительно там какой-то цвет намешать не выйдет телесный поэтому я решила сделать так и я даже не собираюсь брать какую-то еще дополнительную бригаду здесь хватило блендера и перманентного маркера потому что я хотела по сути все полноценно сделать этими спиртовыми маркерами да я некоторым плане чушка но просто этот комикс своей цветовой гаммы очень похож на мои маркеры поэтому я решила использовать это чтобы получить какой-то результат и чтобы можно было видеть всю общую картину кстати этот одному пареньку сделала тупо блондинестые волосы просто вот берите вот себе на заметку этот лайфхак берете вот этот вот охристый цвет и тупо берете еще и блендер и блендер вам очень хорошо высветлит этот желтый цвет действительно это лайфхак и как он отличается потому что вот чистый цвет на футболке одного брюнета и чистая и не чистый цвет который замешан с блендером на волосах от его паренька просто сравните какая большая разница кстати я уже успела выкрасить все эти маркеры в карту цветов которые ну всех моих маркеров и действительно мне понравилось и действительно эти цвета отличаются и да у меня был ролик на канале как я делала эту карту цветов и как ее вообще делать у меня есть прям полный туториал кстати клеточка цвета может быть вообще по-разному сделано тип одну совсем можно делать неровно но чтобы вам было удобно смотреть на цвет и как он отличается от другого и вообще какой вам цвет нужен для работы поэтому гляньте мой туториал и вы там найдете мне не так уж и много видео может даже я внизу оставлю ссылку и до видео подходит концу я надеюсь что тебе это видео понравилось и ты подпишешься на мой канал на мой инстаграм поставишь лайк напишешь комментарий и при колокольчик не за пока пока